вы смотрите урок поджума 4 меня зовут федор васильев тема урока настройка система общей настройки вкладка сервер первый модуль параметры сервера путь каталогу временных файлов мы в принципе его не трогаем и мы уже немножко об этом ранее говорили когда вы создаете новый сайт на хостинге сразу то вы сюда даже не смотрите здесь путь прописывается правильный до папки временных файлов автоматически здесь нужно обратить внимание если мы переносим сайт с локального сервера на хостинг или с другого хостинга на другой хостинг пути меняются и конечно же здесь нужно узнавать у хостинга и прописывать более правильный путь как я уже говорил ранее об этом уже было видео движемся дальше гайзип сжатие сжимайте буферизованный вывод если поддерживается простыми словами гайзип сжатие должно при включении улучшить производительность сайта то есть сайт должен грузиться загружаться в браузере чуть быстрее но это должно поддерживаться вашим сервером хостинга то есть если вы включаете на хостинге этот режим сохраняйтесь проверяйте скорость загрузки сайта она остается неизменно значит газе бежать и на вашем хостинге не работает можно просто отключить бесполезная по сути опция и сайт если нужно сжимать а по идее любой сайт нужно сжимать а у вас не поддерживается что же делать нужно будет прибегать к сторонним решением одно из популярных мощных решений это плагин компонент gsh optimize кстати на джума 4 уже есть поддержка данного расширения есть как бесплатная так и платная версия данного плагина сообщение об ошибках этот параметр устанавливает уровень сообщения об ошибках который будет использоваться php на сайте на джума принципе можете на это поле не обращать внимание оно нужно только если у вас есть какие-то проблемы на сайте и чтобы увидеть максимальное количество ошибок чтобы они показались на сайте нужно включить режим максимальный нажать сохранить и показать сайт вашему там разработчику кто кто делал вам сайт или если вы делали сами обратиться на форум джума технической поддержки потому что они вас спросят а какая ошибка у вас выдается иногда нужно включить режим максимальный чтобы видеть все ошибки сразу на сайте включение https протокола сsl сертификата здесь мы с вами движемся дальше об этом чуть ранее у меня было записано видео следующий модуль это часовой пояс здесь все и так понятно выбирайте ваш часовой поиск где вы находитесь где это будет отображаться если вы пишете блог статьи и в настройках блога у вас указана дата публикации вашей статьи чтобы время совпадало с временем публикации вашей статьи вам нужно указать правильный часовой поиск я живу в ульяновске я прям выбрал город здесь ульяновск следующий модуль параметры в служб включите или отключите использование дополнительных заголовков корс расшифровывается как cross original ресурс шеринг которая позволяет запущенным в браузере скриптом взаимодействовать с ресурсами другого источника расшифровка корс это механизм использующий дополнительные http заголовки чтобы дать возможность агенту пользователя получать разрешение на доступ к выбранным ресурсам сервера на источнике домене отличным от того что сайт использует в данный момент для простых сайтов скорее всего вы использовать это не будете при включении здесь еще необходимо это настроить мы с вами движемся дальше параметры прокси сервера включите джунла для использования прокси который необходим в некоторых серверных средах для получения url адресов как в компоненте обновление джун тоже скорее всего вы это использовать не будете при включении исходящий прокси сервер здесь тоже необходимо настроить данный сервер движемся с вами далее параметры базы данных но здесь сказать особо нечего здесь стоят все данные которые мы с вами создавали при создании сайта при создании базы данных mysql здесь идет отображение всех этих данных соединение подключения к базе данных и далее идет параметры почты последний модуль на вкладке сервер здесь тоже в принципе вы ничего не делаете только если вы вдруг захотите сменить почту то есть здесь почту прописывайте новую это главная почта вашего всего сайта куда по сути будут приходить сообщения и откуда будут исходящие сообщения например с контактной формы на сайте вам будут правильные сообщения если в самой контактной форме не указан email то должен быть вот этот источник email куда приходит сообщение и почту надо протестировать когда вы сайт создаете на именно на хостинге здесь есть кнопка отправить тест это сообщение то есть вы вписали почту нажали на кнопку у вас высветится сообщение что почта отправленная вы должны попасть зайти на вашу эту почту убедиться что системное сообщение джума пришло к вам во входящие это значит что почта нормально подойдет и входящие будут приходить дело в том что здесь нужно учесть один момент о котором я уже много говорил почта должна быть привязана к домену как вот пример моей почты да то есть после собачки идет адрес домена моего домена простая почта собака mail.ru собака gmail.com собака rambler.ru или яндекс они скорее всего отправлять не будут то есть приходить письма с сайта к вам не будут так такова уж политика мэйловых компаний но здесь если у вас нет выбора и у вас есть вот привычная почта которую вы привыкли пользоваться обычная да вы можете настроить отправку через здесь вот есть некий smtp но его нужно настроить и кстати об этом у меня было видео смотрите мои уроки напишите мне в комментариях если это видео не нашли я вам скину ссылку я показал подробно как настроить smtp отправку на обычную почту с вашего сайта но только здесь есть нюанс если у вас обычная почта от gmail от google почты скорее всего там будут какие-то проблемы и надо будет углубиться и как-то с техподдержкой google общаться если вы конечно идете куда написать дело в том что она обладает всевозможными защитами и даже настройка smtp не удалось мне настроить отправку писем на обычную почту google через вот сайт если же у вас mail.ru компания яндекс скорее все тоже в порядке все то есть тут достаточно просто настроить с мтп и письма будут приходить на обычный ящик если у вас есть привязанных почты к домену то этот блок вы тоже можете не трогать никак настраивать его не нужно здесь все уже по умолчанию в джума настроена вкладку сервер мы с вами разобрали а а а а а а и Субтитры сделал DimaTorzok